Жители на западе Москвы вызвали шамана, чтобы провести обряд по остановке застройки территории набережной Тараса Шевченко, а также написали обращение к президенту. Видите, президента они меньше верят, они шамана вызвали. Молодцы, надо это все как-то объединить, шамана, президента и побольше обращений. Очень здорово. То есть всем предлагайте как можно больше шаманов и президентов, и все будет охеренно. Чиновники Орла готовы потратиться на гвоздики и розы. Прямо читаются на гвоздики. На гвоздики готовы потратиться. На гвоздики и розы. 850 гвоздик и 1100 роз. Ну это я так понимаю, на эти мероприятия похоронные они заказали. Прикольно. 22 января 2024 года в рамках кампании «Народ против Путина» группа российских политиков подала в Центральную избирательную комиссию РФ заявление о снятии Путина с выборов. Ну как подала, так и отправит назад. В основу требования снять Путина были положены 320 жалоб, поданные ранее в ЦИК и так далее. Ну что ж. Будет ли 321 жалоба. Налоговый РФ приступил к охоте на доходы россиян за рубежом. Видите как, раньше они не охотились на доходы россиян за рубежом, потому что можно было там случайно поймать доходы Абрамовича, Рутенбергов и так далее. А сейчас, видите, начали. Самолет из Омска приземлится в Москве с неисправными двигателями, причем самолет А320 очень хороший. Это надо умудриться, чтобы двигатель его А320 сломать. Это вообще неразбиваемый, неубиваемый самолет, да, А320. Сотрудники полиции высадили из служебной машины рожающую женщину на севере Москвы. Патруль подъехал к месту родов, погрузили ее вначале в машину, а потом вынесли обратно, оставив рожать утеплители на снегу. Представляете, какая прелесть. То есть, да, женская консультация была 200 метров, туда можно было с мигалками отвезти, но можно было и не везти в женскую консультацию. Можно было и в больницу отвезти. В конце концов, можно было помочь женщине. То есть, полицейский заявил, что это служебный транспорт. Что значит служебный транспорт? А где же надо рожать? Не в служебном транспорте. А россияне, пасая рекорд по количеству микрозаймов до зарплаты. В 2023 году было выдано 34 миллиона 910 тысяч микрокредитов на сумму до 30 тысяч рублей, на срок до 30 дней, на 12 с четвертью процентов, больше, чем в 2022 году. И почти на 22 процента больше, чем в 2021 году. Просто охотнее, да? То есть, как эти микрозаймы растут. Зачем же люди собираются отдавать? Вот в Тюмени пишут путинские лютую. Видео разместили какие-то путинские ушлепки. Да, в Тюмени бизнесменов, которые задерживают возврат долгов, наказывают анально. Представители компании «Сибирьнефтересурс» поймали предпринимателя, который не отдает 8 миллионов рублей. Они заставили его ввести себе резиновый член в анус. Вот такие развлекалочки происходят. Я думаю, что большинство россиян получат по такому резиновому члену, потому что отдавать будет нечем. Да, и поэтому путинцы, если будут у власти, они как бы реализуют такие коварные замыслы. А мы, я вам уже сказал, простим долги, когда возьмем власть. Так что, в общем-то, выбор очевиден. То есть, здесь прощают долги и долю в национальных богатствах. А здесь тебе в жопу, и все нормально. Я не согласен прощать долги единороссам. Как это? Я не понимаю. Что значит, как ты будешь фильтровать? Вот мы не согласны. Единороссы, они получат свое под люстрациями и так далее. И при чем здесь долги? Вот представь, если мы будем кого-то выделять, значит, нужно выделять кого-то, кто будет собирать долги, и этим людям что-то платить, повеситься легче. Зачем множить сущие без необходимости? Ну, они единороссы за это ответят. А долги нужно прощать всем абсолютно. Все, никто никому ничего не должен. Ноль. И с этого чистого листа можно только нормально работать. С другого не получится. А если эти вот не должны, а вот эти должны, а кому они должны, блядь? Виксельбергу, блядь, там, с Абрамовичем. А Абрамович с Виксельбергом нет? Да куда же это должно быть? Блядь. Такой просто. В последние пару дней часто в новостях говорят о росте преступлений, совершенных мигрантами. Они что-то почувствовали в прошлом, в 23-м, проявляли к ним толерантность, запрещали упоминать национально слить, совершивших преступлений. Для чего это делать? А потому что вразнос идет, я говорю, и те башни, которые основывают свою власть на националистах, да, ну, таких вот там, гиркинских там и прочих, прочих, они стали одерживать верх в этих условиях, а иначе и быть не может, да, потому что вся система рушится, поэтому все это должно прийти к очень радикальному национализму. По-другому Путин просто не сможет удержаться. Ну, ему достаточно сложно будет, как ему, видите, на двух стульях усидеть. Его поддерживают там мужики в шапках из Чечни и татарии, да, якобы поддерживают, да, и в то же время какие-то так называемые русские националисты. И здесь вот это лавирование будет очень смешным. Посмотрим. Да, то есть он одним должен обещать защитить одних от других, от классической схемы.